Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с новостным блоком у Мартикеев коротко о некоторых событиях. Компания «Горные вершины» Краснодарского края по итогам открытого конкурса предложила наибольшую цену за приобретение акций «Курорт Архыс». Очередная партия термобелья и теплых носков готова к отправке для наших военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. 240 новых светильников установят на улицах Черкеска. В республике выпустили цифровую карту горнолыжного курорта Дамбай. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов обсудил с заместителем председателя правительства республики Евгением Поляковым широкий круг вопросов. В частности, поддержку участников специальной военной операции из нашей республики и их семей. Поляков доложил, что формируется груз по заявкам бойцов, в том числе на средства, собранные в ходе марафона «Все для победы». Коснулись и темы социально-экономического развития региона. Это газоснабжение, улучшение транспортной доступности и цифровизация. По словам главы региона, в год развития промышленности необходимо реализовать весь имеющийся в данном направлении потенциал. В том числе создать на территории региона промышленный парк, где будет организовано производство стройматериалов и текстильных изделий. Тимрезов отметил при этом, что в регионе наблюдается положительная динамика по индексу промышленности. В рамках работы Фонда развития промышленности оказывается помощь предприятиям. В 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия прежде всего направлены на повышение престижа профессии учителя. Об этом сообщила министр образования и науки Республики Инна Кравченко. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан Республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. Дома Черкесска приняла решение об увековечивании памяти народного поэта Республики Михаила Бегера. На стене дома номер 5 по переулку Одесскому, где проживал поэт, будет установлена мемориальная табличка. Михаил Леонидович родился 5 февраля 1943 года. Его хорошо знали не только в Республике, но и за ее пределами. Он являлся членом Союза писателей России, был народным поэтом Карачаева Черкесии. За годы творческой жизни Михаил Бегер написал десятки стихотворений и приобрел сотни почитателей своего таланта. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В Черкесске стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года». Первые открытые занятия лучших воспитателей прошли в республиканской столице на базе детского садика «Мамонтенок». Своё мастерство продемонстрировали воспитатели из Малокарачаевского, Ногайского и Урупского районов. Конкурсные испытания регионального этапа включают в себя представление участниками конкурсных материалов, проведение конкурсного занятия с воспитанниками другой дошкольной образовательной организации, демонстрация способности к осмыслению, изучению, обобщению и распространению профессионального опыта, отметила заместитель министра образования и науки Республики Фатима Бикижева. Вообще у нас в Республике в дошкольных образовательных организациях проводится большая работа по воспитанию, развитию наших деток, по подготовке этих деток к обучению в образовательных организациях, то есть к школе. И для нас важно, чтобы этот конкурс показал, какие передовые опыты, такие новые технологии используются воспитателями в дошкольных образовательных организациях. И в дальнейшем этот положительный опыт будет демонстрироваться в другие дошкольные образовательные организации нашей Республики. Компания «Горные вершины» Краснодарского края по итогам открытого конкурса предложила наибольшую цену за приобретение акции «Курорта Архыз». При стартовой цене 17 миллиардов рублей она предложила 24 миллиарда 200 миллионов рублей. Ее конкурент – московская компания «Акционерное общество Партнерс Групп» предложила 19 миллиардов. После проведения итогов торгов по условиям конкурса с победителем будет заключен договор купли-продажи акций и договор управления. Сделка предполагает выкуп акций «Курорта» в два этапа. Владельцем 170 178 акций «Курорт Архыз» сегодня является государство через компанию «Кавказ.РФ». После приобретения акции победитель конкурса сможет вести на курорте предпринимательскую деятельность и будет обязан развивать курорт. Очередную партию термобелья и теплые носки передали Северокавказская государственная академия и региональное отделение партии «Единая Россия» в зону проведения специальной военной операции. Все это шили преподаватели и студенты факультета дизайна и лингвистики СКГА. Они сами разработали модели разных размеров, изготовили лекалы и наладили работу по пошиву. 600 комплектов термобелья получат военнослужащие, мобилизованные из Карачаева-Черкесии. С начала февраля совместно с Академией региональное отделение партии уже отправило 1250 комплектов нашим землякам, которые находятся в составе 34-й мотострелковой бригады, 100-й отдельной разведывательной бригады и 67-й зенитно-ракетной бригады. Наладить эффективный диалог с властями стало возможным благодаря платформе обратной связи, разработанной Федеральным министерством цифрового развития. Теперь направить обращение в госорганы или органы местного самоуправления можно через специальный виджет на всех сайтах ведомств и муниципальных учреждений Карачаева-Черкесии. Быстро, легко и не выходя из дома, комментирует информацию первозаместитель министра цифрового развития республики Инвер Кипкеев. С итогом 2022 года Карачаев-Черкесия успешно поднялась и является лидером. Она занимает седьмую строчку среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления ответов, по качеству внедрения платформы обратной связи. Перед нами поставлена задача, чтобы платформа обратной связи, она стала такой системой, через которую максимально и оперативно решались актуальные вопросы граждан Карачаев-Черкесской республики. С 1 марта электросамокаты, сегвеи и моноколеса, а также гироскутеры получили официальный статус. Теперь они классифицируются как средства индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. СИМ можно будет использовать для передвижения на выделенных полосах для велосипедистов, на тротуарах и пешеходных зонах, если средства индивидуальной мобильности не тяжелее 35 килограммов, а также для проезда на правой стороне или по обочине проезжей части. Согласно нововведениям, пользователям СИМ необходимо подчиняться сигналам светофора и регулировщикам движения, ориентироваться на новые дорожные знаки. 240 новых светильников установят на улицах Черкеска. В городе уже началась установка 47 опор освещения для 94 светильников на гостевой дороге Республиканского центра Пятигорском шоссе. В прошлом году здесь, с противоположной стороны трассы, взамен устаревших ламп, зажгли 100 новых ламп. Таким образом, благодаря новому освещению, безопаснее и комфортнее в этом году станут улицы Черкеска. Это участки по улице Красной, в районе РСК, Партизанской, Международной, Орджоникидзе, Набережной, Лермонтово и Кочубея. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Республике по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6. То есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтезиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Благодаря соглашению между Министерством просвещения России и правительством Карачаева-Черкесии по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, в ауле Адыгехабль продолжается строительство школы, рассчитанной на 600 учеников. Об этом рассказала директор средней школы аула Белла Кухова. Такая необходимость была, потому что северная сторона трещина там была большая. В общем, опасность была для здоровья детей и вообще безопасность. Очень большая была, что возможно и обрушение потолка, потому что там не бетонное перекрытие, а дранка. И поэтому стал вопрос о том, чтобы построить новую школу. Я очень рада, что нас поддержал наш глава республики. В республике выпустили цифровую карту горнолыжного курорта Домбай, которая позволит лыжникам оценить сложность трасс, ознакомиться с расположением подъемников и сориентироваться на территории Домбайской поляны. Интерактивная карта направлена на изучение инфраструктуры горнолыжного курорта, в рамках которой можно найти трассы по своему уровню мастерства. Цветовые линии подскажут лыжникам, где расположены легкие и сложные экстремальные спуски для горнолыжного спорта. Отметим, что при загрузке карты на смартфон с помощью бесплатного приложения карта.ру ее можно использовать без подключения к интернету. Туристы смогут записывать лыжные треки, привязывать свои фотографии к точке на карте и делиться с друзьями. Прокуратура Карачаевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Ставрополя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 105-й статьей Уголовного кодекса, в частности, покушения на убийство. Комментирует информацию помощник прокурора Карачаева Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, 3 января этого года около 3 часов ночи между обвиняемым, приехавшим на отдых вместе с группой туристов в урочище Махар, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к своему товарищу, связанных с предположением о совершении последних неправомерных действий в отношении его малолетней дочери, произошла ссора, в результате чего он нанес пострадавшему кинжалов не менее двух ударов в области живота. Потерпевший сумел скрыться от нападавшего в безопасном людном месте, откуда его своевременно доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Во Дворце спорта юбилейный Черкеска прошли невероятные по красоте соревнования первенства Черкеска по художественной гимнастике, в котором приняли участие более 100 девочек в возрасте от 5 до 16 лет. Спортсменки соревновались в номинации индивидуальные упражнения с использованием обруча, меча, булавы и лент. В ходе состязания определились призеры в различных возрастных категориях. Все они награждены медалями, грамотами и кубками. Поощрительные призы получили все гимнастки. Их подготовкой занимаются тренеры спортшколы номер 3 Черкеска, Галина Есипова, Александра Кужухова, Кристина Рабданова, Татьяна Лахтаренко и Милана Хакунова. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в горах, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-12, в горах местами до плюс 5. Утро местами на дорогах гололедица. В горах Карачаева-Черкесии лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 11 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Мартикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.